Субтитры сделал DimaTorzok И вот такая от нас рыбалка Красота Лепота Наоборот есть Все чистенько, хорошо, комфортно Ну и конечно сейчас Надо по времени сориентироваться Надо обязательно что-нибудь поймать Вот такая от нас штуковина Вот он, фрикцион трещит Это мне нравится Гнется Руку бьет Вот Вот это и есть кайф Вот он Вот он красавец Ну что, поможете мне? Где тут у нас фасад? Сейчас, 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 держи Вот он красавец О, приятно А мне помогал Юрий Ну что, Юрий Возьмите Пожалуйста Вот сейчас я реально испытал кайф А в прошлый раз Это просто было извращение А ну-ка, ну-ка Поднимаем Вот такое, да? Ух ты Какая В общем, вот так вот Старт Старт дан Все, ловим дальше Все Так вот, паскается, да? Да, паскается, да? Нет 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 Смотрите, камень Пишите Чтобы Водитель так паскаешь Она включена уже Вон там хорошая появляется Хорошенький Хорошая появляется Хорошая появляется Берег Берег Не очень хороший Все-таки помощь нужна Берег Хорошенький Хорошенький Да Блин, он тяжелый Хорошенький Хорошенький Давай все-таки Покажу Его Нет Он не просто тяжелый Скотина Ха-ха-ха! Он тяжелый, просто жесть! Вот такой это у нас. Вот такой у нас скот. Только бы его немножко не упал. Блин, чуть-чуть надо расправить. Он не рассчитан к самоподсадчику, для непонятно, кого рассчитан. Да-да. Прям осторожно. Чуть-чуть надо поднять. Ой. Да-да-да. Итак, давайте. Может вам покажу, если я не упустил. Вам, думаю, потребуется тоже помощь? А, маленький? Попробуйте так вытащить, да? Вы просто ближе подведите и попробуйте за этот. А-а-а! Ну, я не знаю, ладно. Ну, блин. Я думал, слезать. Теперь? Ну, маленький был, не большой. Ну, блин, но все равно губы-то. Я думал, что он... Хватит, наверное. Лички надо большие, вот. Да. Вот так вот. Крючки, да. У Юрия тоже сошел, но у Юрия было настроение. Ха-ха-ха. Вот так вот. Да-да-да, вот у нас скотинка другая. Итак, давайте посмотрим. Сейчас у нас Юрий должен что-то у нас поймать. Давайте попробуем. Отлично. Отлично. Аккуратненько. Аккуратненько. Опаньки. Все, отлично. Что, все оценился, нет? Все. Ну-ка, давай поднимай. Посмотрим, на что он взял. Потому что я одного черня собрал. И вот он, да. Что, все оценился? Да. Отцепился вот здесь прямо? Ага. Ну, все, отлично. Красавица такая. Вот так вот. Так сопротивляется бойко. Опа. Вы даже не представляете, какой кайф, когда ты вытягиваешь на такой, на... Чувствительный момент. О, нормально, да? Хороший, хороший. Ну что, попробуем? Немного. Ну что, двигаться надо? Здесь, наверное, где вот тюреца. Вот сюда, где посадка. Немного разматываю. Сейчас, секунду. Повторюсь осторожно. Ох ты. Не хочет, а не хочет. Да, не хочу. Давай, давай, давай. Опа! Ну, скотина не давался. Килограмм, она 2-3 точно. Ещё и зеркальный, ну вообще, красавица. Сейчас я подниму. О, блин. Немножечко закинуть. Сейчас я. Какая приятная скотина. Да-да-да. Здесь тоже кто-то... Ах ты, существо невинное. Ладно. Бывает. Попробую ещё одну рубку. И, наверное, уже потихонечку пойдём куда-нибудь. Почему её выбрал? Потому что хорошо сопротивляется так. Даже не просто хорошо. Прям очень хорошо сопротивляется. Значит, что-то как будто сбоку немножко степенится. Вот такой вот у нас. Компироваться, да? Да, конечно. Бесправлён. Значит так. Всё у нас хорошо. Да. Вот такая-то скотинка. Спокойненько. Хорошо так. Не напрягаясь. Вот так. Да. Всё. Ну что, вот и подошла к концу наша рыбалка. Да? Ну, что скажете? Хорошо. Ну, у вас там рыбка была в этом году такая? Нет, у нас не была. Потому что, вот, она почему-то не ловилась. Она ушла отдыхать в Сочи и всё. Нет, она. Ну, на самом деле, рыбалка, ну, за что здесь платится, да? Здесь сколько там? Ну, 200 рублей, да, вроде, за рыбалку. Или 150 стоит. Надо поставить сейчас чеки. Здесь ты приходишь, всё чистенько, классно, опрятно. Да, и за каждую, так скажем, рыбку пойманную, ты ещё нас оплачиваешь. Там, 300 рублей килограмм, если не ошибаюсь. К чему я это вам всё говорю? В целом, как бы, мы поймали, наверное, килограмм 30, да? Не имеешь. Не имеешь 30 килограмм. Конечно, мы всю рыбу выпустили. Если учитывать ещё того большого, то килограмм 40. Да, того большого килограмм 10 мы выпустили обычно. Но я признался, конечно, что я выпустил большого. Правда, других не знал. Рыбку раздали по дороге. В принципе, кто будет уходить, то не будет платить нежданчиком. В общем, нам рыбы много не нужно. Оставили мы 3 или 4 рыбки. 3, да, или 4, там? 5. 5. 5 рыбок оставили. Соседям подарю. Пускай они берут и нам, не знаю, готовят. Ну и, конечно же, конечно же, те эмоции, которые подарила рыбалка, не знаю, я просто в восторге. Не знаю, как у нас Юрий. Юрий, скажи, пожалуйста. Мне тоже понравилось. Ну, всегда хорошо. Ну, как бы, да, там. Но в этот раз мы сломались теоретип. Все бухали, а мы не бухали, да? Все, кто бухал, ничего не поймал. Ну, конечно, уже там, да, в глазах уже было зла немерено от всех рыбаков. И поэтому я уже понял, если мы не уйдем, нас утопит, да? Зависть, зависть. Поэтому давайте, если приедете, обязательно съездьте на рыбалку. Я вам рекомендую. Но сразу вам говорю, вот просто маленький совет. Не берите вы поплавочные удочки там. Лучше сразу возьмите, так скажем, спиннинги. В основном, вроде, называется фидер. Но у них там не фидер, а именно спиннинги, да? И на них вы уже рыбачите. Потому что на поплавок там ловить нечего. В принципе, у нас с утра были шальные, так скажем, щуки, да? Которые там, у нас, у нас две щучки. Но, скорее всего, это просто облескнуло или малеку. Потому что, ну, хлеба она не будет. Скорее всего, там рыбка просто была, плавала и все. Когда всего рыбка ела, это... Да, хлеба обладывала и все. А, щука попалась. Поэтому, да, очень хорошо. Как бы я остался довольный. Я остался, так скажем, даже больше, чем довольный. Ну и давайте теперь немножко поснимаем дорогу назад. Сейчас, секунду. Я сейчас переставлю у нас. Немножко я поснимаю дорогу. Оттуда мы ехали куда? Здесь у нас уже хорошая, полноценная осень. Это у нас старая дорога, которая у нас шла в Красную Поляну. Сейчас, если вы в Красную Поляну едете, выбираете левее дорогу. Она гораздо интереснее, меньше изгибов. Ну и здесь, смотрите, да, вот особенности заборов. Да, вот забор такой перед Олимпиадой сделали. И вот, соответственно, мы с вами уже почти доехали до Молдовки. Точнее, уже даже заехали в Молдовку. Маленькое расстояние. Поэтому рекомендую поехать на рыбалку. Обязательно не езжайте, никого не слушайте. Мы с вами поехали с ЖК на зеленый. И сейчас мы вот едем уже в сторону аэропорта. Небольшое расстояние осталось. И на самом деле до рыбалки там, ну сколько ехали? Мне 15 ехали, не больше, с господи. 15 минут и готово. Все-таки не зря, что я сейчас купил себе, так скажем, палки, да, с катушками. Я сегодня поймал просто огромную рыбину. И там, не знаю, просто как бы все вокруг просто обалдели. Я обалдел больше. Я таких рыб, если честно, никогда в жизни не... Я думаю, там килограмм 10 было, не меньше. 10 килограмм это минимум. Так тяжело. Самое главное, что Юра сначала подумал, что скорее всего просто постепаясь, решил там ее же подпускать. Но когда она стала... Ну, в общем, я это все сейчас нарежу. Надеюсь, это видео записалось. И, конечно же, я вам это все покажу. Ну, а рыбку, конечно же, мы эту большую сразу выпустили. Не стали мы ее мучить. Также мы у нас выпустили других у нас рыбок, да. Потому что, ну, надо, потому что... В общем, смысл брать, как бы, если я ее не готовлю. У меня даже сковородки нету. Ну, и опять же, я не люблю жареную рыбу. Ну, реально не люблю. Ну, ладно, всем пока. И все, наверное, на сегодня уже нас заканчиваем. Все. Отличная была, получилась рыбалка. И давайте я вам тоже покажу еще такую красоту. Сейчас мы едем с вами по дороге, которая у нас называется... Блин, я забыл, как называется. В общем, едем мы с вами по верху. Есть дорога здесь на Ахон. Сочи-центр. Одностороннее движение. Очень много сегодня гаишника где-то стоит. Мы это все едем сейчас с рыбалки. Все, мы доехали. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok